Хочешь побеждать вместе с бойцами? Делай ставки в MarathonBet. Лучшие коэффициенты, быстрые выплаты и круглосуточная поддержка гарантированы. Делайте ставки по ссылке в описании. С тех пор, как ты дрался с Андро и Фили, он уже успел провести еще один бой. Не знаю, видел ли ты его. Если видел, то какие твои мысли о нем? Да, видел. Бой был очень близким, и когда он таким получается, очень трудно сказать что-то определенное. Я думаю, что здесь нет места скандалу или чему-то такому, потому что даже если бой дошел до решения и закончился не в твою пользу, то все равно ты сделал все от себя зависящее. Я не считаю, что в том бою кого-то из них обокрали. Близкий бой, что к этому еще добавить? Сейчас много разговоров о том, что UFC все-таки придут в Россию. Я знаю, говорить об этом немного преждевременно. Тебе нужно, наверное, будет провести еще один или два боя для того, чтобы попасть в тот карт. Тебе не кажется, что это открывает много интересных возможностей? Потому что мы годами слышали, что UFC никогда не придут в Россию, а сейчас похоже, что это происходит. Ну, конечно же, очень приятно слышать, что UFC наконец-то что-то предпринимает для того, чтобы прийти в Россию. Мне кажется, что это очень большой и важный для них рынок. К тому же русские очень любят ММА. И тому есть свои причины. Но, например, наша звезда Федор Емельяненко или даже наш президент Владимир Путин, они поддерживают как спорт в целом, так и бойцов по отдельности. В общем, я очень рад, что UFC все-таки предпринимает какие-то действия, и я сделаю все от себя зависящее для того, чтобы попасть в тот карт. Какое будущее у Артема Лобова? Я знаю, что шли переговоры по следующему бою, но определился ли твой противник, и что с контрактом? Он подписан или нет? Что с ним? Да, контракт подписан и отослан. И сейчас, мне кажется, дело всего нескольких дней, когда уже будет официально объявлено о бою. Могу сказать, что бой пройдет в Нью-Йорке, и на данный момент это все, что я могу сообщить по этому поводу. Я очень рад, что мне удалось попасть в этот карт. Ты рад тому, что вернешься в Нью-Йорк? Ты ведь принимал участие в UFC 25 вроде бы вместе с Коннором, да? Ты знаешь, честно говоря, тот бой я пропустил, потому что у меня у самого был назначен бой в Белфасте, в Ирландии, через неделю после этого. Мы сели с Коннором, переговорили и решили, что он поедет без меня. Подготовка уже вся была к тому времени окончена, и для меня это было бы крайне затруднительно, мотаться туда-сюда прямо перед боем. Поэтому, и как оказалось, это было правильное решение, потому что я выиграл, и Коннор тоже выиграл свой бой. У тебя репутация парня, который, несмотря ни на что, всегда оставляет всего себя в клетке. Джон и остальные члены вашей команды постоянно разрабатывают всякие системы в спаррингах и в бою для того, чтобы избежать ущерба. Он все время твердит, что нужно прокачивать софт, и при этом, чтобы железо было в полном порядке. В прошлые выходные рефери Марио Ямасаки допустил спортную остановку в бою UFC. И, насколько мне известно, сейчас у угловых нет возможности остановить поединки. Как боец, что ты думаешь об этом? Ты считаешь, тебе должна быть дана возможность драться до последнего, или если Джон Кавана или рефери остановят твой поединок, то это будет нормально? Честно говоря, очень сложный вопрос. Как боец, я могу сказать, что я никогда не хотел, чтобы мой бой остановили рефери или кто-нибудь еще. Мне трудно посмотреть на это с другой стороны. Но в той ситуации, в которой была та девушка, когда она лежала на спине и не могла полноценно себя защищать, она просто была в ступоре, она ничего не могла поделать. Когда она пыталась убрать свое лицо из-под удара, это было трудно назвать защитой. По крайней мере, разумной защитой. Исходя из этого, я думаю, что бой должен был быть остановлен гораздо раньше, чем он был остановлен. Другое дело, когда кто-нибудь пропускает сильный удар, но при этом продолжает двигаться, восстанавливаться и так далее. А здесь один из бойцов лежит на полу, практически полностью обездвижен и ничего не может сделать. А удары продолжают сыпаться. Иногда противник лежит сверху в позиции распятий и наносит короткий удар кулаками и локтями. Такие бои тоже останавливают, потому что один из бойцов обездвижен. Что касается боя в прошлые выходные, то, наверное, я бы остановил его раньше. Это как раз тот случай, когда здесь должен быть очень-очень опытный рефери, который в такой трудной ситуации, которая практически не подчиняется обычным правилам. Он должен... Рефери должен быть полностью в теме, он должен понимать, что именно там происходит, и должен быть готов в любой момент вмешаться. Это очень непростая работа, как ни посмотри. Похоже, этот вопрос лежит в плоскости интерпретации, главной целью которой является безопасность бойца. Совершенно верно. Но конкретно в той ситуации, повторюсь, я думаю, что бой нужно было остановить раньше. Артем, очень рад, что удалось поговорить с тобой перед твоим боем в Нью-Йорке. Желаю удачи. Переведено и озвучено специально The Best of MMA. Подписывайся. Московский Кремль. Режиссер Бахридин Джалулов. Это то самое место, где проходили казни. По традиции, если ты бросишь монетку и попадешь в центр, то сможешь вернуться сюда еще раз. Попытаюсь счастья. Расстояние всех дорог Российской Федерации считается от этого места в центре Москвы. Вот оно, нулевой километр. А вот и знаменитый Вечный Огонь. Памятник всем тем, кто отдал свою жизнь во Второй мировой войне, которая проходила на территории России с 1941 по 1945 годы. Часовые меняются каждый час. В центре Москвы очень много дворцов, но мы посетили Большой Кремевский дворец. Он один из самых величественных. Тебя окружает роскошная обстановка. Я ничего подобного в жизни не видел. Это настоящая история. Для меня просто честь быть здесь. В жизни не видел ничего более захватывающего. Всем рекомендую посетить это замечательное место и увидеть все своими глазами. Переведено и озвучено специально для Best of M&A. Подписывайтесь.